здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на канале портбокс я продолжаю проводить исследования смазывающие способности дизельного топлива и теперь у меня уже вторая машинка трения которая сделала своими собственными руками и которая концу лета начала выдавать правильные результаты ну а на самом то деле как оказалось правильные результаты она начала выдавать еще где-то в середине июля просто я никак не мог поверить отказывался верить в результаты которые выдавала моя машинка эти исследования показали следующее по мере старения дизельное топливо теряет свою смазывающую способность иногда очень резко и это как бы пол беды потому что есть присадки которые восстанавливают смазывающую способность печаль в том что улучшить смазывающую способность такой солярки не в состоянии даже промышленные смазывающие присадки а как все это было а было все так 8 июня я прихожу на работу и у меня задача запустить серию тестов ваших солярок образцов которые вы прислали чтобы понять чтобы понять чем же вы там заправляетесь я поставил новую пластину новый шарик и обычная в такие моменты я провожу испытания самой машинки я туда добавляю немецкую солярку образцы вот помните вы прислали было три брата из ларца до немецкая солярка германия польша дания германия была смазывающая способность 218 микрон я запускаю тест смотрю в микроскоп и вижу 460 микрон поймаете я просто офигел на такой не веря своим глазам заправляю туда польскую солярку у которой было 202 микрона 470 микрон в общем не может быть чтобы заграничная солярка показывала такие большие результаты после того как там было 200 микрон однозначно было принято решение что старая машинка окончательно разболталась появился какой-то люфт появились скачки напряжения в общем давно пора было поменять уже обновить поставить новый двигатель стабилизацию оборотов сделать и всякое такое и был запущен процесс так сказать сделать новую машинку для тех кто смотрит впервые для того чтобы были в теме с позволения тех кто смотрит уже давно очень коротенький ликбез про все эти микроны свое время наладили процесс по глубокой очистки дизельного топлива от серы и получили дизельное топливо и авиационный керосин в которой серы там ну вообще как это микроскопическое количество это был как бы новый шаг вперед и этот шаг вперед поначалу убил огромное количество топливных насосов как авиационных так и наземных там автомобильных огромное количество топливных насосов тогда армия сша поставила задачу ученым разобраться в придумать способ измерения смазывающей способности дизельного топлива и придумать способы улучшения этой смазывающей способности что и было сделано был придуман тест который простотой своей вводит в заблуждение вот таких вот деятелей как я которые хотят потом его повторить и потом полгода выкинутое из жизни знаете даже больше суть тест очень простая шарик скользит по пластинке и все это погружено в солярку вот и все солярка это дело смазывает а на шарике появляется пятнышко стирается там все вот и этот микроскоп смотрит потому что она маленькая пол миллиметра измеряют его диаметр и вот этот диаметр это и есть смазывающая способность дизельного топлива в микронах она измеряется 500 микрон это полмиллиметра и установили норму что норма должна быть 460 микрон понятно что чем больше тем в тем хуже у керосина 800 микрон у плохой сайт солярки арктической 520 микрон а у солярки из франции вот в германии 200 микрон вот такие вот разбросы тогда же весной я провел испытания но где-то порядка 15 образцов с различных заправок различных солярок и обнаружил что не так все плохо в украине обстоит дело ну в украине это громко сказано конечно там да это город луцк конкретные заправки конкретное время может быть в другое время там ситуация другая я обнаружил что не все так плохо смазывающая способность была где-то так 380 440 420 микрон у обычных солярок не премиальных и у арктических или премиальных было похуже было 440 460 480 и доходило даже до 520 микрон так вот возвращаясь к нашим опытом теперь когда про микрон и вы знаете немецкая солярка которая показывала чудеса 218 микрон и польская которые показывали 200 микрон стали показывать 460 и 470 если смазывающая способность ухудшилась первое желание улучшить ее с помощью промышленной смазывающей присадки в качестве такой присадки была выбрана присадка бас керакор ла-99 c образец которой вы мне любезно подогнали и после того как я добавил эту присадку я не только не получил улучшение заветных 250 там 200 микрон в одном случае ничего не изменилось в случае с арктической соляркой было 520 стала 540 тогда я подумал что возможно испортилась эта присадка бас в которая хранилась уже довольно таки долго и я взял присадку intron de lube который у меня целая банка уже меньше и такое количество присадки как бы не могло испортиться и я получил те же самые результаты тогда я взял присадку вы же мне тоже присылали присадки для того чтобы я перепроверил я добавляю и получаю такой же самый результат и вот начались танцы с бубнами середины лета когда новая машинка была уже сделана и она показала точно такие же результаты как и старая машинка и тогда вот начались танцы с бубнами что я какой-то параметр не учитываю какую-то вибрацию не обнаруживаю какую-то скорость я понимаю движение шарика неправильную я попробовал в разные диаметры шариков перемерил твердость пластины ну в общем я переделал кучу всевозможной работы перелом наступил 17 августа когда я пришел на работу знаете уже такой вот по полностью изнеможденный этим всем и самое главное что я не знаю что делать дальше я не могу объяснить результат и я не знаю как двигаться дальше а мы уже купили образцы закупили летней солярки несколько взяли образцов с таких наиболее известных всем скажем так заправок эти образцы стояли в ящичке ждали своего часа я-то думал как что я отлажу машину и буду на ней уже испытывать уже знаете когда она будет все показывать идеально тогда я летнюю солярочку протестирую smt2 там все у меня в очереди стоит а пока надо отладить машинку а машинка не отлаживалась понимаете все брешет и брешет собака и вот в этот день 17 августа я взял думаю а возьму эту летнюю солярку и посмотрю ради просто тупо ради интереса что же будет там машинка отработала смотрю микроскоп где-то там 380 400 микрон ну думаю добавлю туда присадку добавляя присадку получаю 220 микрон добавляю присадку bass добавляю присадку intron получаю в тех краях тоже 220 микрон добавляю остальные смазывающие присадки 220 250 смазывающие присадки работают так как им и полагается работать и вот тогда закралась мысль у меня в голову что все-таки и не с машине в машинке дело и не в присадках дело а дело солярки чтобы как говорится вбить последний гвоздь в крышку гроба своих сомнений взял керосин думать чего я забыл я уже как бы и забыл про тот керосин авиационный проверяю его все новая машинка показывает 800 микрон 800 добавляю керакор получаю 280 микрон добавляю intron получаю 280 микрон добавляю остальные присадки есть одна присадочка не знаю правда мне не говорят откуда вот сын прислал из польши все вот хорошая присадка 250 микрон и в общем все присадки из этого керосина делают нормальную жидкость так сказать и тогда я решил углубиться вопрос старение дизельного топлива старение окисление скисание я не знаю как это правильно назвать но на самом деле только копнешь вот эту всю англоязычную литературу миллионы исследований просто огромное количество все возможные тесты знаете сколько времени длится самый точный тест на вот эта старость степень со старения топлива 40 часов самый такой простой тест 9 часов 4 часа тест на определение так называемого индукционного периода дизельного топлива то есть проблема старения всем известно и изучаются вопросы как продлить срок службы какие факторы влияют на старение сколько его хранить и так далее значит что мне удалось узнать сколько хранится дизельное топливо сроки хранения что уменьшает резко уменьшает срок хранения дизельного топлива и как нам всем дальше быть какие рекомендации как же заправлять свои машины чтобы они как я говорю бегали и не ломались значит на сегодняшний день в украине действует государственный стандарт согласно которому гарантийный срок хранения дизельного топлива должен составлять один год я посмотрел стандарты сопредельных государств разные там пишут в одной стране например написано что срок в гости написано что мне год не три года а написано что гарантийный срок хранения определяет поставщик вот все как вот решил нпз гарантийный срок хранения такое будет государство этот вопрос не регулирует но давайте теперь посмотрим а легко ли сделать такую солярку который будет храниться три года или даже год какие факторы влияют на старение солярки фактор номер один я бы сказал самый сильный сильнее всего на старение дизельного топлива влияет добавление туда биодизеля именно такую солярку как я понимаю мы имеем это польша и германия очень распространено в европе солярка b5 и b7 b это биодизель 5 и 7 это проценты сколько процентов биодизеля в этом дизельном топливе биодизель добавляется для экологии и для как бы возобновляемых источников энергии при этом знаете что интересно что биодизель резко улучшает смазывающую способность дизельного топлива настолько резко что даже и присадок улучшающих смазывающую способность добавлять туда уже не надо вот эти вот 200 микрон как во франции до или там 218 как германии это не потому чтобы у немцев насосы работали долго или форсунки вовсе нет это побочный эффект добавления биодизеля о какая фигня но у биодизеля есть один огромный недостаток и достоинство и недостаток это биоразлагаемость достоимость достоинство что если произойдет какая-то глобальная утечка значит три-четыре месяца она все разложится и для природы не будет никакого вреда минус естественно обратная сторона когда мы пытаемся это сохранить она разлагается вот прочитал такую информацию что в украине нету на сегодняшний день там технологии или заводов или еще чего-то которые позволяют так обрабатывать топливо с биодизелем чтобы она хранилась как бы установленные сроки а какие установленные сроки для европы то что мне удалось найти ребята но это как-то очень мало какие-то три-четыре там пять месяцев ну как бы в нашем понимании сроки маленькие но это абсолютно подтверждается опытами образцы понимаете это не были показывали нормальный результат потом бас и четыреста семьдесят четыреста шестьдесят еще я нашел что топливо стареет не так знаете неравномерно сначала процессы идут медленно 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 но потом в какой-то момент процессы старения резко узкую ускоряются значит 1 тоби дизель второе что влияет на ускоренное старение дизельного топлива это присадки в первую очередь это больше всего влияет на старение дизельного топлива депрессорно диспергирующие присадки этот те которые делают из летнего дизеля зимний дизель топлива с такими присадками хранится меньше когда вводятся эти присадки они должны вводиться на заводах это как антигеле знаете те что в магазинах продаются только они должны вводиться по определенному по определенной схеме возможно там проводится еще к еще что-то добавляется но чтобы все-таки топливо хранилось дольше если все это делается на нефтеперерабатывающих заводах если это делается в каком-то кустарных там мини заводах какие-то суррогаты делаются то естественно все это может нарушаться и такая солярка естественно долго хранится не будет украинским гостом разрешается добавлять в топливо метиловые и этиловые эфиры жирных кислот но тем же гостом определены вещества которые надо также туда добавлять для как бы антиоксиданты которые будут компенсировать немножко окислительное действие таких присадок первое был биодизель второе присадки которые делают из летней солярки зимнюю солярку депрессорно депрессорно диспергирующие 3 как бы в первоначальном продукте содержится большое количество молекул ну как пишу знаете с открытыми связями проводят дополнительную обработку чтобы максимально уменьшить количество таких молекул у которых есть эти открытые связи топливо становится более стабильным химически стабильным имеет лучшую термоокислительную стабильность это все делается на нефтеперерабатывающем заводе если топливо делается на каком-нибудь мини заводе идет вся эта перегонка процессы иногда под давлением иногда даже очистка получается довольно таки неплохая но не проводятся эти дополнительные все обработки и топливо получается содержит много молекул с этими открытыми связями то есть подверженных окислению это топливо надо потратить как можно быстрее думаю срок жизни должен исчисляться месяцами теперь вопрос а какой риск заправиться на заправке старой соляркой довольно тяжело найти такую информацию потому что эта информация как бы немножко коммерческая там тайна какая-то оборачиваемость дизельного топлива на азс но тем не менее из разных источников мне удалось там чего-то нацедить и средняя цифра где-то получается в районе месяца то есть на больших заправках топливо дольше месяца не лежит то есть топливо тратится привозится новое и вот старое где-то за месяц его уже все распродали если у вас есть какая-то информация на эту тему обязательно напишите в комментарии нам всем будет очень интересно будем знать таким образом если вы заправляетесь на заправке какой-нибудь сети большой вероятность заправиться топливом которому больше полгода чем то есть прокисшей соляркой ну практически равна нулю с другой стороны если вы заправляетесь из бочки если у вас есть какая-то привычка закупать себе солярку и она хранится в бочке для того чтобы она отстоялась и вы смотрите на дне бочки какой-то осадок и думаете что это какая-то там что-то выпало в осадок значит ребята я вас немного расстрою то что вы видите осадок это происходит авто окисление солярки она да есть там кисло есть там воздух той бочки нету воздуха в той бочке все равно в солярке происходят вот эти авто окислительные процессы какие-то молекулы соединяются разъединяются и образовываются лаки смолы и даже твердые вещества которые могут выпадать в осадок то есть скорее всего то что вы видите в осадке это не грязь а это продукты окисления того чего у вас там в бочке есть в большой группе риска я бы сказал с точки зрения получить старую солярку на выходе предприятия которые закупают солярку оптом и по каким-то причинам не успевают всю ее потратить то есть закупают ее ну за сезон например там не там два три четыре раза а купили там один раз на сезон или даже на два сезона ну большая техника может быть она конечно лучше перемалывает на эти все это но такой же соляркой заправляются работники все как полагается правильно уходя с аэродрома что-нибудь возьми для дома работники заправляются такой соляркой в надежде что предприятие для себя говно покупать не будет вот и а если вдруг думает работник после просмотра канала портбокс если там вдруг что-то солярка не то мы добавим туда присадку и солярка все станет то и когда я написал в сообществе сообщение что я обнаружил что смазывающая присадка ухудшает смазывающие свойства скажем так просроченного прокисшего там старого топлива вот ты говоришь людям примерно следующее что если вы возьмете просроченное топливо в котором много продуктов окисления и добавите туда смазывающую присадку то результата не будет смазывающая способность не увеличится на том конце провода из монитора или с телефонов человека вылетает совсем другая фраза в его уши входит что вы обещали что присадка из говна сделает хорошую солярку а теперь говорите вот нам тут заявляете что говно остается говном ребята ну получается так говно остается говном но не все только просроченная давайте мысль постараемся выстроить собрать в кучу чтобы она не рассыпалась в некоторых головах смазывающая присадка промышленная предназначена для того чтобы на заводе свеже изготовленную солярку и и добавлять и восстанавливать смазывающую способность не для того чтобы на заводе в просроченную солярку что-то там добавлять просроченную солярку завод перегонит повторно если вдруг так такая будет ситуация они просто повторят процесс очистки и получат на выходе опять свежую солярку добавят туда смазывающую присадку и получат на выходе хороший продукт если это хороший завод солярка считается свежая если это летняя солярка которая поступила с настоящего завода по украинскому госту год на заправке срок жизни солярки один месяц соответственно вся эта солярка может считаться свежей если вы добавляете присадку свежую солярку смазывающая присадка сделает свое дело и улучшит смазывающую способность топлива надо ли улучшать смазывающую способность топлива если она у нас и так 420 там 440 ответ ребята по стандарту 460 если вам этого достаточно не добавляйте было бы всем достаточно если бы бош не провел исследования в результате которых бош написал если смазывающая способность солярки хуже чем 400 микрон то есть больше это значительно сокращает срок службы топливных насосов бош таким образом если я знаю что на нашей заправке в среднем там 420 440 конечно мне хочется чтобы было меньше чем 400 а еще лучше чтобы было 200 это первое второе не читая никаких исследований какой-то своей знаете пятой точкой люди давно поняли что просто так оставлять это дело не добавляя ничего нельзя половина владельцев дизельных машин которые смотрят канал портбокс добавляют двухтактное масло почему они не читали исследования bosch они считают что добавление двухтактного масла улучшает смазывающую способность топлива и и срок жизни их насосов и форсунок на сегодняшний день нет тестов не было тестов которые бы подтвердили но лабораторно подтвердили эту информацию но я бы так сказал пока нет может быть со временем появится каким образом вы будете получать такую солярку или вы будете смотреть паспорта качество и искать заправку где в паспорте качество написано там например 360 будете верить этому паспорту качество и заправлять эту солярку без всякого это сам или вы будете добавлять двухтактное масло или вы будете добавлять промышленную присадку вы будете давлять присадку intron или присадку бас может быть какую-то присадку с теплоходов вы будете добавлять ребята речь не об этом речь о том какие присадки как работают и исследования показывают что лучше всего работают промышленные присадки еще один вопрос я добавляю смазывающую присадку по вашей рекомендации но я не слышу чтобы изменился звук работы двигателя звук работы двигателя который вы слышите на 90 процентов определяется процессами сгорания как сгорает топливо но резко сгорает плавно сгорает этим вовремя сгорает хорошо распыляется плохо распыляется 90 процентов определяется этим второе по сравнению с чем вы хотите понять разницу разница понимаете ребята в том пройдет насос 100000 или например 300000 как должен звучать насос который у которого впереди 100000 пробега по сравнению с насосом у которого впереди 300000 пробега обращаю ваше внимание что та информация которую я доношу до вас она является отчасти она является эксклюзивной навряд ли кто-то где-то в открытом доступе проводит подобные исследования их результаты для того чтобы их результ с их результатами ознакомить широкие массы людей главный драйвер этой работы это поиск истины и все результаты которые я нахожу я имя совершенно безвозмездно с вами делюсь как обычно я не вписался в намеченные 10 минут вашим машинкам бегать не ломаться вам лично и вашим семьям не болеть и всего самого хорошего еще через месяц став – это не касается мне мероприятия что тепло вы как раз по Монорах beispielsweise не вы а